Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И продолжая разговор о книге пророка Иеремии, мы обратимся сейчас к 32 главе. 32 глава посвящена, насколько можно судить, событиям во времена царя Сидейки, уже прямо в преддверии завоевания Иерусалима Новохудоносором. Царь Сидейки, как и многие цари, да, во все времена, очень опасался правды. Поэтому он ни в коем случае не допускал, что люди могут говорить и слушать что-то не утвержденное официальной пропагандой. Ну, у него, к счастью, телевизора не было, поэтому он свою цензуру осуществлял, так сказать, напрямую. И поэтому посадил Иеремию во дворе стражи, ну, то есть под стражу. Еще это не тюрьма, не яма, ну, такое место предварительного заключения. И заключил его, сказав, что, а зачем это ты тут пророчествуешь, что Бог отдает город сей в руки царя Вавилонского? Нечего, не расхолаживай там. И вообще это пропаганда враждебная. Поэтому тут как раз все понятно. Царю не нравится, что Иеремия стоит в храме и говорит, что Бог хочет, чтобы вы сдались халдеям, чтобы вы выжили через это поражение. А Сидыки в это время, как всегда, как принято у царей, бьет себя пяткой в грудь и говорит, что мы самые сильные, там, прекрасные и все прочее, прочее. Поэтому он, конечно, Иеремию сажает. А Иеремия по-прежнему и здесь, во дворе стражи, в караульне, собственно говоря, говорит о том, что, да, Нового Худоносора отведется до Киева в Вавилон. Они явно совершенно не встречались, не видели друг друга, только, может быть, со стен Иерусалима Сидыки смотрел и где-то вдалеке видел цветной шатер Нового Худоносора и такую крохотную фигурку на огромном расстоянии. Ну и наоборот. И поэтому здесь часто очень пророк говорит о том, что ты увидишь его лицом к лицу. Ты увидишь его лицом к лицу. Что Нового Худоносор, что особенность Сидыки – это не те цари, которые выступают впереди своего войска с саблей на переезд. Ну, в реальности так вообще не бывает. Если царь так делает, то его надо немедленно увольнять и находить нового, потому что это, ну, безответственно со стороны полководца. Неважно, важно, что уж Сидыки точно не из таких. Поэтому, когда пророк говорит, ты увидишь его лицом к лицу, это можно означать только одно – побежденный приведен к победителю. Ну, желательно в цепях, в узах. Вот. Вот что означают эти высказывания. И когда Сидыки посадил Иеремия за это дело, И требует от него объяснений. Вот что Иеремия ему объясняет. Как говорится, по существу заданных вопросов могу сообщить следующее. Вот что он сообщает, что «Мне, говорит Иеремия, было видение, что ко мне придет родственник и предложит выкупить родовой участок земли в Анафофе». Откуда Иеремия родом? И действительно, говорит он, пришел ко мне родственник, Аномиил, сын дяди моего, стал быть двоюродный брат Иеремии, и сказал, купи эту землю, потому что право наследства твое и право выкупа твое купи себе. Вот. Ну, обычаи и законы наследования родовых земель в данном случае для нас не так важны. Иеремия купил эту землю, и причем он пространно очень рассказывает о том, что все сделано было как надо, зарегистрировали в Росреестре, ну, у них там это, положили в глиняный сосуд, сделали при свидетелях, ну, это цивилизованное общество, там сделки все тоже соответствующим образом регистрируются, свидетели там спрятали, положили, чтобы никуда не делось. Все культура. Только знаете, что джига в этой истории, что они так подчеркнуто, все правильно регистрируя, серебро взвесили, предстоит совершают эту сделку, покупают поле, а в это время уже к полю-то полчища чужеземных завоевателей подходят. Ну, какой вообще в этом смысл? Если вот-вот оно будет все завоевано, и народ этот, и люди это будут угнаны, и что этому анамиилу серебро и ремейна, семь сиклей и что десять серебряников? Его же угонят! Иеремия говорит вот о чем, что я эту запись купчу, да, все сделал, передал варуху и помолился Богу, помолился Богу. Молитва Иеремии, которую он здесь приводит, она состоит из целого ряда последовательных элементов. Ну, давайте попробуем посмотреть на нее поближе. Вот Иеремия молится, говорит, Господи Боже, Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей и простертой мыслью. Для Тебя нет ничего невозможного. Потому они все время и упоминают в молитве то, что Бог сотворил небо и землю, что Его сила превышает все в этом мире. Для Тебя нет ничего невозможного. На самом деле любое упоминание о творении, о священном писании, оно об этом. Не о том, сколько дней, там, в каком порядке, ну, как всякие борцы с наук или борцы с религии, да, представляют себе, скажем, те же рассказы в начале книги бытия. Нет, это все не для этого. Чтобы сказать, Ты, Боже, тот, кто сотворил мир, и он в Твоей руке. И сила Твоя превосходит. Для Тебя нет ничего невозможного. Далее. Продолжает Иеремия исповедовать Бога. То есть выражать то, что он о Боге знает. Второй пункт. Ты являешь милость тысячам, и за беззаконие отцов воздаешь в недра детям их после них. Ты тот, кто являет милость и карает. Ты тот, кто видит правду и воздаёт за неё, и за неправду тоже. Ты судья. Бог, таким образом, не только творец, но он судья вселенной. Дальше. Третье. Боже, великий, сильный, которого имя Господь Саваоф. Великий в совете и сильный в делах. Вот, собственно, краткое содержание предыдущих серий. Великий в совете и славный в делах. И сильный в делах. Вот что Иеремия о Боге говорит. Обратите внимание, когда вообще в Священном Писании, в Псалмах, в том числе, говорится об исповедании Бога, речь не идёт о таких триуизмах, как то, что Бог есть. Что тут обсуждать и исповедовать? Нет. Нет. Исповедовать Бога означает верить, принимать и провозглашать то, что Бог сильный в делах, сотворивший этот мир, и великий в совете, тот, кто являет милость и воздаёт за беззаконие. Дальше. Следующий пункт. Следующий пункт. Исповедание. Это символ веры, если хотите. Причём не только для Иеремии. За две с половиной тысячи лет ничего не изменилось. Он исповедует Бога тем, у кого очи открыты на все пути сынов человеческих. Тот, кто видит людей. Тот, кто видит наши пути. Тот, кому не наплевать на наш нравственный выбор, который у очи отверстий на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. Таким образом Бог участвует в этой нашей жизни, в наших делах, которые приводят к некоторому воздаянию. Далее Иеремия не может не сказать о том, что ты Бог, который совершил чудеса и знамения в земле египетской, и совершаешь до сего дня, и в Израиле и между всеми людьми, и соделал себе имя, как в сей день. Бог — это тот, кто уже известные нам исторические события совершил. Это не вообще некая абстракция. Бог где-то там. Ну, может быть, какие-нибудь другие боги где-то там. Мы не знаем. Скорее, нет, чем да. Но Бог, которого Иеремия знает, которого он исповедует, это Бог, который вывел Израиль из земли египетской. Вот мы помним это событие. Оно не одно. Таких событий еще тысячи, сотни. И дальше Иеремия об этом будет говорить. Но и в жизни целого народа, и в жизни отдельных людей. Но вот этот знак вывел из земли египетской, знак того, что Бог наш — это тот, кто вмешивается в историю, вмешивается на нашей стороне, тот, кто избавляет, тот, кто действует в этом мире. Не в мире переживаний, абстракций. Там, знаете, если заткнуть нос и дышать через пупок, наступит огонь. Ну, перед огоньей, конечно, такое измененное состояние сознания, цвет в конце туннеля. Вот это все описано тысячу раз. И где-то там может быть что-то божественное. На самом деле нет. Нет. Не таков Бог. Не в сфере духовном, прости Господи, а в истории, вот в реальной жизни. Бог, который вывел из земли египетской. В каком-то смысле, знаете, в нашем селе веры с той же целью упоминает Спонти Пилат. Как конкретный исторический маркер. Дальше Иеремий исповедует Бога, который соделал себе имя и вывел народ из земли египетской, руку и сильную мышцу и простертый при великом ужасе. Вывел народ из Египта. Далее продолжается символ веры, молитва и исповедание Иеремии. Ты дал им землю, которую клятвенно обещал отцам их. Вот Бог привел в конкретное место, вот конкретный народ. Вот он действует здесь, в этом месте сейчас, в жизни вот этих людей. Они вошли, завладели, но не стали слушать голоса твоего, но не стали делать того, что ты заповедал. и теперь ты исполняешь то, что ты и говорил. Значит, заключительная часть этой молитвы в том, что вот ты все это сделал, вот ты людей привел, дал закон, дал заповеди. Они не стали этого делать. И поэтому ты навел на них все это бедствие за то, что они не делали, не стали делать того, что ты заповедал им делать. И вот как ты обещал, так это и происходит. А ты, Господи, ты сказал мне, изумляется Иеремия, вот в этих всех обстоятельствах ты сказал мне, купи себе поле за серебро и пригласи свидетелей. То есть вся эта молитва, она предваряла вопросы Иеремии к Богу. Вот тут в Вавилоне они стадами, туда-сюда, вот все рушится, народ отказался делать то, что ты повелел ему, ты за это навел бедствие. И я тут должен за серебро поле покупать. И Бог ему отвечает, вот я, Господь Бог всякой плоти, есть ли что невозможное для меня? Совершенно в духе того, с чего начинается молитва Иеремии, с чего начинается его символ веры. Есть ли что невозможное для меня? Да, говорит Бог, вот я отдаю город сей в руки халдеев и сожгут его дома. Потому что сыновья Израиля и Иуды только зло делали перед очами моими. Обратились ко мне спиной, а не лицом. Когда я учил их, они не хотели принять наставления. Вот с 26-го и до 35-го стиха достаточно подробное, пространное, поэтичное, ну, если так можно выразиться о таком роде текстах, перечисление вины, вины Израиля и Иуды, что цари их и князья их и священники и пророки обратились ко мне спиною, прогневляли меня делами рук своих. Мне и на ум не приходило, чтобы они делали эту мерзость, вводя в грех Иуду. Там еще есть такой момент, что эти самые грешные израильтяне делали вид, что это вроде как они религиозную религиозность исполняют тем самым. Поэтому Бог говорит, да мне в голову такое не могло прийти, что вы приписываете, что мне это надо. И однако же ныне так говорит Господь. То есть он сказал, что да, все правильно. Да, разрушение, гибель, разорение, халдеи и это обоснованно. Но я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, возвращу их на место сие и дам им безопасную жизнь. Они будут моим народом, а я буду им Богом. Снова и снова повторяет Господь. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей. Собственно, вот что такое путь. Путь жизни, да, который предлагается Богом, чтобы они, одно сердце и один путь, чтобы они боялись меня во все дни жизни, чтобы они слушались, исполняли то, что Бог заповедовал им во все дни жизни их. И заключу с ними вечный завет. Теперь говорится не только о завете новом, о чем шла речь в предыдущей главе, но о завете вечном, который будет таким образом последним, будет навсегда. Вечный завет, по которому я не отвращусь от них, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И так в новом вечном завете Бог делает нечто с нашими сердцами, чтобы мы не отступали от него, и потому, собственно, этот закон, этот завет и становится вечным. И буду радоваться о них, благотворяя их, и насажу их на земле твердо. И вот тогда, в самом конце главы, говорится, наконец, о самом главном. И тогда, говорит Бог Иеремии, снова будут покупать землю, и продавать землю, и селиться, и покупать поля. Покупать поля, застелить брови, вносить в заповеди. И вот будет жизнь, будет жизнь на этой земле. Таким образом, покупка Иеремии этого поля имеет смысл, потому что она становится знамением будущего восстановления жизни. Будут еще времена, когда вся эта экономика, поля, постройки, вот это вот все, будет иметь смысл, когда будет свобода, когда не будет войны, когда не будет катастрофы, когда Бог вернет свой народ из плена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok